добрый день любое другое время суток по вашему выбору сегодня у нас будет ролик в таком смешанном жанре что-то вроде экспресс-анализа и ретро обзора одновременно и выйдет он под рубрикой и мхо имею мнение хрена споришь ну потому что главное место здесь будет посвящено полемики вот я давно хотел записать отзывы на два прекрасных фильма кто знает до пули для генерала и за пригоршню динамита вот но нехороший человек глеб торгонский вместе со своим подельником зайцевым сделали обзор на пулю для генерала буквально на днях а до этого торгонский сам обозрел пригоршню динамита на ну и как бы повторяться я смысла большого не вижу по крайней мере сейчас может быть где-нибудь там через годик да можно будет самому что-то сделать на эту тему вот но понимаете тут в чем прикол в том что мне эти оба обзора не очень понравились а вот я во многом с глебом тут не согласен вот в частности в и был в его ключевом моменте вот он считает что фильм за пригоршню динамита серджио леоне он анти революционный ну потому что там леон и показывает там какой-то кошмар который происходит в мексике да и у него там некой безысходность присутствует да вот но примерно та же мысль проводится и во втором обзоре вот и это первый момент мы на нем остановимся отдельно вот а второй момент это я что-то вот не понял презрение глебовы к жанру спагетти вестерн вот жанр спагетти вестерн он родился из фильма за пригоршню долларов да как известно серджио леоне считается основателем этого жанра вот фильм за пригоршню долларов является ремейком фильма ю джимбу телохранитель до соответственно то ширами ста ширами фоне до курасавы вот а извините меня фильм ю джимба является вольной обработкой романа известного американского левака дэшелла хэммета красная жатва собственно за который за этот роман дэшелла хэммета обвинили марксистской критики американская реальность то есть жанр спагетти вестерна таким образом имеет под собой абсолютно левацкие корни я не понимаю почему мы его должны как бы относиться к нему хуже в этом плане чем к ультра консервативному там американскому вестерну классическому который соответственно видео ведет как бы свои корни из каком дилежанса джона форда да где джон уэйн этот известный правак и потом борец с коммуняками зажигал и прославился в первую очередь или рио браво да то же самое вот поэтому жанр спагетти вестерна он свои в своих корнях вполне себе левый вот не надо о нем так пренебрежительно отзываться вот это не дамиана дамиане притащил туда левую повестку да он начался с этой левой повестки вот это первый момент значит ну и перейдем к моменту антиреволюционности фильмов там и так далее и тому подобное вот во всех этих в обоих обзорах да меня удивила одна маленькая деталь я не понял откровенно почему глеб торгонский его подельник зайцев упорно с упорством достойным лучшего применения называют то что происходит на экране мексиканской революции я я понимаю почему в мексике это называют революции там в латинской америке каждый суслик агроном каждый главарь какой-нибудь банды вот грабители он объявляет себя революционером и так далее и тому подобное но глеб торгонский владимир зайцев они же марксисты они же серьезные люди да то есть вот глеб историка владимир зайцев это вообще мультитул да то есть он и историк и юрист и на дуде и грец и вообще умнейший мужик единственное что у него конечно манера выражаться слишком такая ну слишком сложная по моему вот ему бы ее упростить но это мое личное мнение так вот я не понимаю почему они это все называют революции каком месте там революция насколько я помню из книжек всяких умных людей не менее умных чем глеб торгонский его подельник зайцев вот что революция это смена общественно-экономической формации и кстати у владимира зайцева вот в этом вот обзоре на пулю для генерала да а самом деле фильм называется кто знает чуть-чуть вот то есть кенса кенса беда вот или просто кто знает вот так вот у него в этом обзоре проскочил замечательная фраза что мексиканская революция она до сих пор не кончилась она идет до сих пор то есть если мы рассматриваем революцию как смену общественно-экономической формации то никакой революции вот эти вот все события не являются и обвинять сержу ли он и который снимает фильм в антиреволюционности как минимум странно вот владимир зайцев кстати абсолютно прав в этом смысле ну если мы вспомним как климус саныч жуков начинал как бы процесс революции в россии да вот великой октябрьской то что мы называем с 13 века вот тут тоже самое это процесс растянутый во времени вот и во время этого процесса то есть происходит некие события вот да можно назвать даже нашу гражданскую войну там до революции но это же неправильно есть революция есть гражданская война революция смена общественно-экономической формации это процесс да вот гражданская война это соответственно собственно война я бы назвал эти события соответственно просто гражданской войну в мексике вот просто из этого дела проистекают очень многие такие сомнительные моменты именно в этих обзорах да и в образах героев как их трактуют и глеб и владимир но больше глеб конечно потому что он там зажигает в первую очередь я просто хочу обратиться сейчас к проклятой википедии да вот и и посмотреть как это дело развивалось вот ну здесь достаточно информации такой нам сейчас глубоко зарываться не надо нам посмотреть надо какие-то ключевые моменты да вот то есть чтобы понять где там революция то у нас вот у нас была мексиканская республика там свет для очередного императора траляля то есть с выборами президентов со всем остальным да вот там с конгрессами парламентами и так далее и тому подобное кто рулил в этой самой соответственно республике рулила в некрупная буржуазии в первую очередь зиме и земельные а вот то есть ну естественно что многие вот эти вот владения латифунди латифундии да то есть они происходили из старых феодальных владений но это уже капитализм буржуазии все дела то есть все хорошо приходит порфирио диас проклятый ненавидимый на а вот придется действует конституция а я замечу что придется продолжаются президентские выборы он просто выбирает на них постоянно то или диаса вот или каких-то его друзей да вот то есть при выборе сахара и придется сохранялись выборы в губернаторы штатов в конгресс там и так далее не гону на негласное одобрение там и так далее и тому подобное вот центральная власть преобладала над властью местных олигархов ну то есть у нас тут как бы группа олигархов да то есть крупнейшие представители бюрократии землевладельцев и частично буржуазной интеллигенции синтификас так называемая там и так далее и тому подобное вот то есть идиас разделил страну на 12 военных округов при этом командующие округами постоянно меняли место службы ребят мы говорим про мексику если кому-то тут какие-то совпадения пока что я вам рекомендую почитать эти статейки до мексиканской революции вот порфириате и так далее если кому-то покажется какие-то совпадения мы ничего не беду не имеем вот ну и собственно в диас дружил с сша естественно в банковской сфере преобладал иностранный капитал тоже похоже на что-то да вот положение крестьян там ухудшалась и так далее и тому подобное но естественно есть крупные землевладельцы они эксплуатируют у себя там этих самых крестьян ну как как обычно все да вот на в этих своих латифундиях и так далее и тому подобное но как бы экономика падала все было все было плохо добывающие отрасли преобладают но тут не нефть как в каких в некоторых странах а тут золото да вот серебро и так далее и тому подобное вот неграмотность траляля оспа дизентерии и алкоголизм там все дела ну вот в общем а суть то в чем началась этой самая мексиканская революция вот с чего с крестьянских восстаний до которые ну точнее началась она с того что не признали очередные результаты выборов вот и некий франциско модера возглавил оппозицию начал вооруженную борьбу там тут же появились крестьянские отряды панчо вилья из крестьян парень до эмилиана сапата это уже не крестьянин это уже серьезный состоятельный человек но семья у него была состоятельная и так далее тому подобное это лидеры все крестьянского движения но вроде можно сказать вот революция крестьяне все дела крестьяне про против этого крупных землевладельцев все дела нет возглавляют это все те же самые землевладельцы франциско модера если вы помните фильм вилья в седле вот у меня на него есть отзыв на канале вот то франциско модера именно выступает да то есть там это показано хорошо то есть там эти панчи вилья и сапата это такие полевые командиры да то есть они могут сколь угодно быть великими великолепными полководцами но чьи интересы они представляют вставляют они интересы модера а модера у нас такой же землевладелец ну может помельче может представляет более мелкие круги буржуазии до которые недовольны тем что олигархат себе все захапал то есть это долой жуликов и воров где тут революция где тут смена общественно-экономической формации где тут какое какие-то вообще противоборствующие классы в этом процессе тут одна буржуазии бодается с другой буржуазии никакого пролетариата тут нет близко вообще ну он в мексике есть но это исчезающая такая это не эта величина которая не играет роли в этих событиях здесь крестьянство и буржуазии крестьянство это мелкая буржуазии или деревенские бутыраки да вот но они не имеются самостоятельного представительства они не борются за какие-то свои цели за свои цели борются крупные буржуазии там вот эти вот порфирио диаса его наследников типа уэрт и там они они там потом все раскололись переругались между собой так далее и тому подобное вот и буржуазия более мелкая там во главе ну изначально с модно с модера да вот потом все это перемешивается и там разные соответственно люди то есть раза разные представители тот же самый буржуазии просто между собой грызутся до используя там крестьянские отряды там панчу виля роско вот этого самого сапата и так далее тому подобное происходит бойня длиной там в семь лет в который вот говорят до двух миллионов человек при 15 миллионах населения погибло то есть где-то я не знаю седьмая часть ну 8 1 8 население но это пипец полный а вот и соответственно можем мы это называть революции нет они понятно там называют это революции в чисто пропагандистских целях это и тогда назвали называли революции до чем все это кончилось все это кончилось вы выборами вот это вот самого каранцы до очередного помещика очередного очередного губернатора до в президенты которые более-менее там какой-то коалиционное правительство собрал вот но его грохнули тут вот но изменилось ли что-нибудь принципиально сменился ли общественный строй было ли какой-то об обчисление чего-нибудь там нет частная собственность все нормально капитализм рулит буржуазия другая буржуазия просто но это же не революция это но извините если сейчас вместо путина навальный придет или ходорковский это что будет революция нет это не будет революция это будет верхушечный переворот майдан вот тут тоже самое майдан затянутый на 7 лет с взаимным вырезанием причем руками крестьян потому что мы когда говорим о том что скажем там вот сапата и веи панча вилья да они там типа были предводителями крестьян так извините а против кого они сражались так это нет это там попозже будет против кого они сражались кто со кто составлял основу армии которые дрались против них неужели крупные землевладельцы сами сами пошли воевать нет те же самые крестьяне просто мобилизован вот а роско например вода паскуаль против которую соответственно и вели и сапата потом воевали да то есть они там пересорились все вот тоже у него у него во войско то из кого состояла да то есть то те же самые крестьяне по большому счету вот причем он с модера поссорился потому что модера взяв взяв власть какой-то момент не захотел делать земельную реформу естественно коростка крестьяне пошли вот то есть это взаимная бойня которая кончилась ну по большому счету ничем вот тут дальше поза после уже этого самого каранцы был ревер революционный каудилизм до сока удили вот когда тут абрегон и кольеса соответственно абрегон был помягче он начал там осуществлять аграрную реформу аграрная реформа не подразумевает под собой изменение вида собственности на средства производства на землю и так далее и тому подобное аграрная реформа это то что например сделал сталыпин со своей сибирью вот когда он землю крестьянам раздавал мы считаем сталыпина революционером нет не считаем вот ну одновременно все это сопровождается над классовым единством на практике выражающим интересы средней и мелкой буржуазии ничего не напоминает вот чем кончилось это так называемая революция то бишь гражданская война да там рабочий класс уже подключился что-то себе выбил там была небольшая оттепель в этом плане да вот а уже более-менее социалистические преобразования начались при карденасе но это уже 30-е годы то есть это это были такие мягкие социалистические преобразования там небольшая национализация там нефтянки там еще чего-то да то есть попытки там бороться за свою за эту самую за независимость там за какую-то от америки и так далее и тому подобное ну карденас кстати сам вея тоже из этих отрядов вышел вот при нем более-менее что-то началось это это не революция это смягчение капиталистического какого-то режима да вот ну потом было еще много всего масса кризисов и чем это все кончилось мы можем видеть сейчас вот сейчас в мексике у нас есть какой-нибудь социализм вот или что-то в этом роде по моему нет по моему это абсолютно нищая страна один из крупнейших производителей транспортеров на наркоты в мире да то есть там десятки тысяч человек в год погибают в разборках между картелями которые кстати эти картели тоже вышли из крестьянства из того самого крестьянства которое организовалось по итогам раздачи земли вот после этой самой после самой мексиканской так называемой революции до раздачи земли причастной собственность она же чем кончается всегда а расслоением крестьянство образованием кулаков агрохолдингов земельных баронов мафии вот соответственно вот этих вот цапков да а соответственно в условиях мексики в специфических это все кончается у нас наркокартелями вот так вот закончилась мексиканская так называемая революция вот и когда глеб торгунский критикует фильм за пригоршню долларов что он анти революционный хочется спросить глеб а где ты тут революцию увидел здесь разные группировки буржуазии борются за власть вот за землю кладя при этом крестьян сотнями тысячи приманивая их обещаниями каких-то земельных раздач и так далее и тому подобное ничего тут не изменится в результате этой войны и как раз конструкции фильмом которую дают ли он и она понятна у нас есть идеалист в исполнении джеймса коберна да из ирландии уехавший террориста вот который за любую революционную движуху он баку не начитает вот если бы он маркса читал алиона я уверен маркса читал тоже не зря именно баку мин а не маркс вот если бы герой коберна читал маркса он бы понимал что это 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 бойни ни о чем вообще а он этого не понимает поэтому он в нее ввязывается на на стороне тех кто ему кажется более правом ромола виалли мы его видели в фильме двадцатый век бертолучи великолепный актер он здесь играет отличную совершенно роль именно вот революционной так называемой второй страны в гражданской войне которая против всех этих порфирио диасов и его олигархаты и так далее и тому подобное но он тоже буржуазии он тоже продаст всегда рядового крестьянина вот и герой рода стайгера который актер если вы помните он наполеона играл вот в свое время да а вот тут вот он играет мексиканское быдло а вот он же тоже здесь это не его война и леоне проводит как бы эту мысль что ребята вас тут кладут да за чьи интересы вы воюете это же ничем не кончится кстати классовая повесточка здесь в самом начале вот в этой сцене в дилижансе в прекрасной когда видна вот ненависть это взаимная класса своя да потому что извините вот этот хуан до род стайгером хоть и бандос а вот но соответственно приц представляет именно крестьянство то есть он выходец оттуда и он вот вот эту вот всю олигархию вот этих вот всех зажравшихся кротов он их ненавидит это видно он это демонстрирует вот то есть классовая ненависть тут есть но мысль то в чем в том что классовая ненависть классовой ненавистью но война ты не за это и поэтому убивают героя коберна потому что он идеалист он ввязался в это да то есть но тут нет победы революции никакой потому что это не революция ни разу вот то есть все вернется на круги своя и кстати очень типично что и герой соответственно за пригоршню динамита да и герой кто знает которого играет волонте они же оба они бандиты выходцы из крестьянской среды и оба они охотятся зачем они не за деньгами в первую очередь а почему потому что повесточка у нас чисто буржуазная у нас нет повестки чтобы обобществить землю да там создать советы создать советское государство в мексике такой повестки нет то есть и за что у нас может соответственно бороться крестьянин да только за бабки чтобы где-нибудь побольше чего-нибудь урвать а вот и и поэтому фильм серджио леона за пригоршню динамита он не анти революционный он антивоенный он показывает ребят вы за что друг друга убиваете ли он уже знает чем все это кончилось уже знает что ну по большому счету ничего не изменилось просто вместо одних толстосумов сверху сели другие толстосумы вот на какой-то момент да там в мексике что-то что-то облегчилось а потом все все ставь вернулась на круги своя потому что капитализм муж капитализм никуда не делся вот и все глеб с упортом достойным лучшего применения продолжает этот фильм называть анти революционным хотя здесь нет никакой революции вообще вот что касается фильма кто знает тоже потрясающее кино вот джан-мария волонте лукостель коммунист вот соответ ну у косты левак волонте коммунист вот они у марикона дамиана дамиани клаус кинский тут прекрасен как всегда это ходячая теология освобождения диалистическая соответственно да а вот как актрису зовут я забываю сейчас вот мартин бэсвик очень красивая женщина это просто что-то с чем-то вот но ситуация тут ровно та же то есть опять же бандит который сам не очень понимает за что он борется но автоматически он соответственно бежит за деньгами хотя он тоже вы выходите с крестьянской семьи там все из крестьянской вот этой среды а вот и тут есть как раз момент когда вот идет это противоречие когда крестьяне на земле да то есть они пытаются тут что-то обобществить и и героя волонте рвет на куски потому что у него с одной стороны вот это буржуазная и война вокруг буржуазной вокруг сплошные буржуа а вот а с другой стороны вот есть какая-то маза возможность да то есть есть что-то социалистическое вот здесь вот проклевывается в этой деревне где там хотят соответственно обобществить там землю раздать крестьянам там и так далее и тому подобное а вот и у него начинает рвать на куски да но в итоге то чем кончилось тем что эту от этой деревне ничего не осталось он уехал оружие продавать а вот то есть вот это буржуазное взяло вверх и доме они это показывает да то есть и вот это вот действительно волонты у него прекрасный тут образ волонты великий актер просто вот вот это вот эмилиана сапата панчу вели до который сами не понимают за что они дерутся то они там друг друга рубят на куски там таких же крестьян как они там фигачат там сколько там сотни тысяч убили за семь лет и что и чем это кончилось кончилось это ничем и кстати вот этот вот момент да то есть когда героя волонты там зовут в америку да типа поехали с нами это перекликается с историей панчу вели да как как когда он в америку уезжал в свое время да потом вернулся вот то есть тут явная совершенно перекличка да то есть что америка это не нашим и патриоты но потому что это гражданская война она еще шла и под флагом движение за национальное освобождение как обычно вот от всяких американцев и так далее его тут обрежают да в американцы в конце но все равно он говорит нет ребят я местный и останусь здесь мне эти не нужен не берег турецкий пулю в грудь у кастель и пошел дальше воевать за некую свободу да то есть вот ну и чем кончили все эти генералы все эти запад и панчу вели модера дома эти как его звать то господи постоянно на роско да там вот эти вот все да даже каранцу их всех поубивая вот и пришли жирненькие кроты обратно вот они стоят замечательно абрегон это такая колес да то есть вот они стоят уже рядом с американским президентом там у них уже все хорошо вот вот поэтому и кто знает это тоже фильма вполне себе антивоенный да тут больше ли левой повесточки пролезло в это кино да вот но опять же это же все извините меня в европе снимается да то есть а в европе как раз тогда левакиты сильные нам почему-то все говорят что это какие-то американские фильмы это фильмы все европейские а в европе еще только будут свинцовые 70-е в италии там достаточно сильные левое настроение дайте те же самые вот поэтому там руки-то более более развязаны вот поэтому я говорю с обзорами глеба я как-то резко не согласен и главное просто если мы действительно считаем что у нас тут революция происходит да в прямом смысле этого слова то есть смена общественно-экономической формации то эти герои они и соответственно и волонтея рода стайгера они действительно кажутся очень день какими-то мутными странами их чем-то можно обвинять вот что они там придают там чьи-то интересы и так далее и тому подобное вот а если у нас тут буржуазная разборка то извините меня как они себя еще должны вести они да и должны только за деньгами охотиться потому что никакого социализма никакого обопчисления никаких советов ничего им не светит да вот а люди которые думают что это революция о чем-то таком мечтают вот соответственно для них путь один пуля вот и в землю так что вот так вот оба фильма прекрасной оба по моему очень точные именно в смысле отображения вот смысл ну вот именно касательно смысл происходящих мексике событий не какая-то не революция это гражданская война да где у каждого своя правда где каждый пытается себе урвать вот борьба между одними буржуа которые стараются защитить свое свою землю и друг другими буржуа которые пытаются эту землю соответственно отнять и те и другие на свою сторону привлекают крестьян обещаем к золотые кущи вот но так как система в итоге не меняется кущей никто не получит лучшем случае легкое облегчение которое кончится той мексикой которую мы знаем сейчас очень красивая женщина просто фильме доме они вот кстати чего не хватает сэрджу лиона хочу отметить потому что у сэрджу лиона женщина всегда выступает в ком-то страдательном залоге да вот даже этом в этом самом однажды на диком западе там клауди кардинали это такая девушка которую все защищают постоянно да там то бронсон то этот самый господи как его зовут то то шаент забыл как актера зовут замечательный актер вот то то фонда даже когда есть к себе там злодей в койку кладет он то она тут же под него гнется там и так далее и тому подобное а джейсон робертс вот то есть то тут женский персонаж очень сильный агрессивный такой приятно посмотреть на такую женщину вот то есть вот так вот фильмы прекрасные смотрите их обязательно вот астаргонским я не согласен он в данном случае не прав приписывая ли он и какую-то какую-то анти революционность да там и так далее и тому и тому подобное вот ли он и собственно начинал с революции да ну то есть сливая сливачество потому что извините меня ее джимбу это же про что ну соответственно пригоршня долларов это как один хитрый чувак сталкивает между собой группы капиталистов вот и капиталисты рвут друг друга на тряпке да вот а потом в конце фильма если вы помните главный герой тоже пораженный деляга такой да то есть вот он из-за видит страдания там простого народа вот по ходу пьесы да и выходит уже на принцип то есть не за бабло а вот а именно встает на сторону простых людей которые хотя эти капиталисты валят там пачками по ходу своих разборок так что с левой повесточкой у лиона все нормально вот вот так вот глеб не согласен я с тобой и говорю я конечно понимаю что по инерции мы все называем эти события мексиканской революции но если уж мы подходим с таких сказ классовых с марксистских позиций да и разбираем на на этой почве образов кино то мы должны революцию оценивать с тех же позиция с марксистских позиций это не революция это просто гражданская междоусобная бойня за бабки вот так вот вот всем хорошего настроения всем добра смотрите кино оцениваем